всем привет друзья сегодня у меня будет необычный такой необычный видео обзор сегодня покажу вам фактуры это такие декоративные панно я делал как образцы для заказчика вот которые впоследствии я применил нанес на стену на свою декоративную штукатурку вот поэтому я хочу вам показать как я их делал это таким скажем так две розы 1 наносил прямо ну делаешь поклевки дел рукой а вторую я делал такую абстракцию вот я клеил малярную ленту а потом наносил шпаклевку снимал малярную ленту да вот данном случае у меня идет материал материал роза в черном исполнении а это вот роза абстрактная я сделал ее из шпаклевки потом покрыл ее краской и заполировал в общем здесь поудобнее я все подробненько расскажу такой небольшой превью как это у меня выглядит итак значит я себе отделил такой прямоугольник вы можете сделать треугольник ромбу как угодно как вам нравится то есть вы нанесли шпаклевку этот первый вариант потом берете перчатки одеваете на руку чтобы руки не испачкать и рисуете розу смотрите прежде всего конечно что хочется сказать что вы должны посмотреть посмотрите рисунки роз взять можете какой-то образец вот и потом таким образом нарисовать розу кстати в интернете очень такой вот в ютубе очень им популярный вид там часто такое делают бабушки различные обратил внимание на всяких досках там на коробках на чем угодно такое делают но в статье я вам скажу что в общем достаточно будет интерес смотреться именно как такой какой-то фрагмент часть стены тут именно как панно такой вот какие здесь есть плюсы и минусы если вы не умеете рисовать розу скажем так я не художники я особо не умею рисовать такие розы то есть вы допустим нарисовали что-то не понравилось вы можете пригладить шпателем и повторить это еще раз то есть навести линии они могут быть глубокие зависимости от шпаклевки от слоя шпаклевки которые вы нанесли может быть менее глубокие да также следует учесть ну в данном случае у меня серая масса была шпаклевочная и затонировал черным пигментом потому что в дальнейшем буду покрывать черной краской поэтому в принципе все соответствует меня в тон вот и еще раз навел пальцем линии сделок более лучше если никита не нравится местами вы с шпателем взяли подровняли сгладили и повторили еще раз то есть это может быть до бесконечности тренироваться работа скажем так доставляет принципе не вот не нравится такая работа заставляла мне удовольствие я испытывал какого-то дискомфорта делать такой такой вот панно все материал подсох я прошкурил затем я грунтую частности у меня была грунтовка я немножко добавил в грунтовку в демонстрационной краски чтобы видеть мне где где я нанес уже грунт свой после высыхания все после того как я загрунтовал вот у меня поверхность подсохла я беру золотую краску металлизированную и кисточкой я вот в линии как и ну которые сделал углубление пальцем еще пальцев от рисунок розы я начинаю раскрашивать мы тебя на случай у меня за что яла не прям досконально так вот четко четко там те линии все сделать она чтобы был какой-то контур чтобы пусть она будет размазанным пусть она будет не совсем ровно и отлично потому что сверху будут покрывать черной краской она местами перекроет местами нет поэтому вот она должна такой хаотично немножко у меня быть это в эмульсионная краска который затонировал черным пигментом я взял валик с мелким ворсом что у меня углубление меньше краски попадала и вот прошелся затем я взял кисточку еще раз там навел местами да где перекрыть краска черная сильно сильно перекрыла и еще немножечко навел золотые линии по контуру вот привезли такая такая розочка да у меня с прошлых видео остались осталось вот значит грунтовка с первым утром и тут будет глиттер я решил покрыть уже в конечном итоге мою розу частности черная краска она потом после высыхания этого первом утра она все равно даст скажем так более насыщенный цвет а грунтовка нам прозрачная и она дает только такой налет определенный ну вот почти такой у меня блеск первом утром это глиттер так блестит у меня в принципе достаточно интересно это как вариант один из вариантов оформления теперь друзья второй вариант как можно сделать вторую розу но она будет мне такая вот абстрактная здесь будут прям такие линии не закругленные формы а такие прямоугольные треугольные здесь тоже можно интересно поиграться то есть вы рисуете розу как хотите не получается вы стерли потом снова карандашом нарисовали я нарисовал сначала линии такие вот видите повторяющие розы затем просто сделал уже прямоугольный карандашом если я здесь делал пальцами вот в данном случае да интересовал то здесь в принципе можно куда более долго играться людям которые не умеют рисовать совершенно то есть вы нарисовали потом начинаете там добавлять что-то стерли еще раз вот но в чем здесь допустим отличие я беру малярную ленту и вот вывожу по контуру моих линий малярную ленту затем я взял шпаклевку вот и подтонировал в красный цвет я его не не размешивал дать до консистенции чтобы было один цвет прям вот такой как у меня был начал наносить то есть я стараюсь перекрыть точнее перекрыть а полностью покрыть поверхность и скажем так я не даю материалу полностью подсохнуть потому что когда буду снимать малярную ленту это у меня будет шпаклевка прям кусками вырываться поэтому пока свой материал да и потихонечку снимаете эту малярную ленту достаточно интересный процесс друзья снять это малярную ленту когда проявляется у тебя такой вот рисунок даже не знаю какая роза мне больше доставил удовольствие когда ее делал этот вариант либо когда делал пальцами в принципе то и то интересно тут тот вариант имеет право на жизнь сложно здесь абсолютно ничего нету может сделать любой человек своими руками такую работу и также это можно вписать в любой интерьер в любую стенку любую декоративную штукатурку можно сделать ромбом треугольником можно в круглой форме это оформить то есть как угодно можно сделать не красным например серым и оформить там в интерьере там стиле лофт например тоже будет хорошо интерес смотреться что как я ободрал малярку я шпатлю немножко пригладил вот убрал лишнее что потом у меня было легче там прошкуривать сейчас я буду оформлять дальше ее после того как материал у меня подсох я беру наточную бумагу прошелся по краям убрал заусеницы затем я беру грунт глубоко проникающий и все грунтую чтобы не обеспылить сделать поверхность более прочная в дальнейшем я буду ее покрывать водоэмульсионной краской акриловой вот так это у меня выглядит все друзья теперь я беру водоэмульсионную краску я беру в красном цвете да смотрите я буду ее потом полировать с помощью болгарки наждачным наждачного кружка то есть у меня есть видео где я пытаюсь объяснять как это делать но что я хочу сказать что прежде чем вы будете если вы захотите так повторить такой же вариант то есть вы должны купить краску и попробовать ее где-то отдельно на кусочки потому что не все водоэмульсионные краски полируются и так вот я сделал красным потом местами добавляю какие-то белые пятна все это растираю такая будут хаотично абстрактная роза у меня экспериментальный вариант друзья где-то добавляю еще раз красно насыщенного все это растушевываю жду пока она мне все это подсохнет вот мне материал подсох теперь я обвожу линии контур роза моей той же самой золотой металлизированной краской кисточкой прохожу работа достаточно несложная кто-то думает что это очень тяжело самом деле ничего сложного здесь нету спокойно берете кисточку и в аккуратненько не торопясь все проходите где-то залезли краска достаточно плотно взяли губку немножко стерли поэтому здесь сложно абсолютно ничего нету все достаточно просто все мне материал подсох вот так у меня это будет моя роза еще раз повторяю что можно сделать в любых цветах принципе очень здорово посмотрелась вот если бы в сером варианте найти под стиль лофт все я беру болгарку беру наждачный круг и начинаю полировать в эволюционную краску там краска не венессанская штукатурка вот она конечно не может так заполироваться но тем не менее она достаточно хорошо полируется еще зависит ребята от краски то есть еще раз повторяю краску чтобы полировалась попробуйте купите там килограмм литр и попробуйте заполировать попадается краска которая не полируется вот у меня такая вот получилась еще одна роза друзья да это сравнение показывают с первым вариантом темном где я делал пальцами и в красном варианте друзья если вам понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на канал если можете поделиться этим видео с друзьями всем пока спасибо за внимание